Смотрит, когда у нас что-то получается, он также радуется с нами. Да? Где наша Даша? Так, тихо вообще. Вот, сегодня же день благодарения. И я хотела выразить... Я хотела выразить благодарность Богу. Вот, если не все, ну, большинство знают, что вот я почти год хожу в церковь. Ну, я на столке и молодежку не считаю. А прямо вот так вот на проповеди, воскресенье, всякое такое. Вот, все меня знают вот такой вот, веселый, забавный, громкий. Немного шумно. Точно така. И я хотела рассказать немного, как все было до этого. И скажи, расскажем, Малку, как дальше придет его. Вообще, у меня до того, как я пришла в церковь... Приди до той, до церкви. У меня был один, наверное, из самых труднейших периодов в моей жизни. И мы ходили от наитруднейших периодов в моем жизни. У меня вообще все, все падало из рук. И я была в очень глубокой депрессии. И у меня была нормальная работа, но очень трудная, например. Обыкновенная работа, но много трудно. У меня было очень много комплексов. И мог много комплексов. Я могла вот так вот сидеть дома. Можех такадо сидя в кыште. И по два часа загоняться. И вот все это прокручивать у себя в голове. И два часа саму... Да. И мы у меня какие-то негативные мысли относно себеси. И у меня была компания друзей. Вроде нормальная. И мы компания приятели. Нормальная. Но только вот, как оказалось, не очень они меня принимали. Не очень они меня любили. Не очень друзья были. Убачиться указать, че не сами приемали. И не сабили точно прятали за мен. И вот случайно попала я на настолки. Случайно попадала на игры, тыкует заприверт этого себета. Вот в первый раз. Заприверт. И никакого осуждения. И не у сэтих никакого осуждения. Никаких. Даша, ты слишком громкая. Никуда не казал, че сам шумно. Даша, сколько можно разговаривать? Никуда не казал, да спряда говоря. А ты вообще умеешь молчать? И никуда не питал, да ли могу дам уча? Не умею. Не могу. Ну и всякое такое. То есть у меня был очень трудный период изменения моей жизни. И я не знала, куда себя деть. И мог трудный период на промените в мое животе, не зная, как водоправим. И оказалось, что вот таким образом Бог явно меня поймал именно в этот момент. И может быть, вот таков начин Бог моих ваннов в тот момент. И такой, нет, ты туда дальше больше не пойдешь. И мне каза, няма доходишь на там поручи. Давай я тебе счастливую жизнь дам. Сегажда тебе дам счастлив живот. А я такая, ну, давай. Я согласилась. Вот, и в итоге, ну, я тут выписала все, что, все, что в итоге произошло. У меня же вот были, была сильная депрессия. Все прошло. Аз написа хсючку, тук накратку, как вас все случилось с мене. И мах сил на депрессия, тя имена. Ну, то есть мне очень часто говорили, ходи к психологу, Даша, таблетки пей. Вот это все. Ну, я никогда не думала, что это мне поможет. И была права. Любовь Христа нас исцеляет. Мое окружение меня не ценило. Сейчас вообще такого нету. Я, Господа, благодарна за таких друзей. Если честно, я думала, что только вот такое в фильмах может быть. Честно. Я никогда не думала, что вот действительно друзья могут такие брать и помогать. Ну, например, в ночи с машиной мне ребята последний раз помогали. И вот это вот все. То есть я не думала, что друзья действительно так могут. Не мыслик, че приятели могут допомагать. Например, последний приятелям помогла ха произношта со сколатами. И все вот люди, казалось бы, когда я пришла, вот никого я тут не знала. Все такие чужие, странные, танцуют что-то. Куда-то дойдох никой, не познавах, сички бяха стране, танцувах, чуждих. А сейчас я себя чувствую частью этой церкви и не могу без вас. И сейчас я чувствую, как участвую в этой церкви и не могу доживеть без вас. Аминь. Ну и про работу, что Господь мне дал такую работу сейчас благословенную. И вот тогда, в тот период, когда я только начала ходить, у меня вот было вот это ощущение, что вообще ничего не может поменяться. И вон за период, когда я започнул доходить на церковь, я мог чувствовать, что ничего не может поменять. И я хотела сказать, что вот у каждого, у каждого жизнь может поменяться, только стоит отдать все переживания какие-то Богу. Потому что я в какой-то момент, когда поняла, что можно все отдать Богу, просто молиться, ждать, Он все усмотрит. И тогда я разбрах, что можем всичко дадать на Бог, да се молим и да очакваме. Ну, конечно, сидеть ничего не делать, такой, О, Бог, дай мне все, пожалуйста. Не да сидим просто и да чакаме. А продолжать работать и так далее, но уповать на Него. И обаче да уплываваме вверху Него. А сейчас я могу сказать, что я получила все, чего я хотела за последний год. Сега могу сказать, что получил все, что я хотела за последний год. Господь все усмотрел для меня. Господь всичко предвидел за мен. Господь усмотрел мне окружение, друзей, работу. Господь усмотрел для меня даже реализацию моих каких-то талантов, которые не знала, что я смогу реализовать. Дури Бог мне даде возможность да реализирам талантите си, которые не мислих, че мога да реализирам некогда. Я вообще с 12 лет мечтала петь. 12 годишно мечтаях да пея. И только 2-3 года я занимаюсь пением. И 2-3 години я занимавам с пеянием. И Бог такой, ну я тебя заранее подготовил, чтоб ты пела, вот иди в прославление. И Бог предварительно моей подготовил, да мога да пея Бог в поле нету. А я такая, ого. Так что слава Господу. Я хотела просто поблагодарить за то, за мою жизнь прямо сейчас Господа. Потому что за то, что он может вот так вот изменить человека за один год и вытащить его из глубокой депрессии. И дать ему счастливую жизнь. Да, Господь все реализовал в моей жизни. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Спасибо большое. Ну мы помним, какая Даша пришла. Не помним, какова Даша и душа. Благословим.